В последнее время, сидя в интернете, я часто стал замечать посты и видео, в которых рассказываются, какими же криповыми могут быть на самом деле фанаты. Какие они могут зарядить плохие вещи со своими кумирами, вроде преследований, нанесения вреда и прочего такого плохого. И да, это факт. Такая история есть, и проблема в том, что с ней ничего не поделаешь. Потому что ебанутые всегда найдутся. Но меня немного огорчило, что такую историю рассказывают как бы только в одну сторону. То есть много видосов про фанатов, но не так уж и много видосов про стримеров и блогеров. Неужели кто-то думает, что они такие белые пушистые, грешков за собой не имеют? Ну, собственно, об этом я сегодня вам и расскажу. А учитывая то, что я сам стример и блогер, я думаю, я имею полное право обосрать, ну, как минимум себя. Остальные могут сказать, что ко мне это не относится. Главное, чтобы все все поняли. Ладно, все, ебало закрываю. Приятного просмотра желаю. Начнем с самой обсосанной и самой большой на сегодня темы. Налоги. По данным ТАСС за 2023 год только 36% блогеров с аудиторией от 100 тысяч зарегистрированы в качестве предпринимателей. Конечно, написано, что еще 44% планируют это сделать, но когда к тебе в квартиру приходит 120-килограммовый дядя из налоговой и спрашивает, когда уже будешь нам денежки платить, там особо не повыебываешься. Поэтому давайте будем отыгрывать от 36 реальных процентов. Самой частой причиной регистрации называют удобство работы с рекламодателем. И, очевидно, речь идет про легальных рекламодателей. Стоит ли упоминать, что у наших блогеров и стримеров чаще всего реклама не особо-то иллегальная, вроде всяких 1xbet, csgorun и прочей-прочей скам хуйни. А такие конторы официально контракты закрепляют мало когда, но я думаю, вы в принципе можете понять почему. И это только про рекламные интеграции. Не будем забывать про немаловажные для стримеров и блогеров штуки вроде Патреона и Бусти, а у кого-то онлифансы. При выводе денег с таких платформ налог автоматически не списывается. А теперь вспомним, что у нас таких честных официальных налогоплательщиков только 36%. Что ж, осталось, скажем так, самое вкусное, донаты. И вы, наверное, можете сказать сейчас, Егор, ты несешь какую-то хуйню, потому что донаты – это добровольные пожертвования. Они налогом не облагаются. И, по сути, вы будете правы, но только частично. И частично вы правы, потому что налог не нужно платить только пока ты самозанятый. То есть пока твой доход не превышает 2 миллиона и 400 тысяч рублей в год, что примерно равно 200 тысяч рублей в месяц. Согласно статье Тинькофф журнала, стример с средним онлайнов 500 человек получает от 500 тысяч до 2 миллионов рублей в месяц, что уже выходит за рамки самозанятых и нуждается в переоформлении в индивидуального предпринимателя. А у индивидуального предпринимателя, открою вам секрет, донаты считаются за налогооблагаемый доход. Вот. Лично для меня, допустим, 500 онлайна – это дохуя. Но давайте будем честны. На Твиче таких стримеров, как минимум в ру-сегменте, ну, много пиздец. И вот вам, исходя из этого, вопрос на засыпку. Как думаете, много ли из этих 500 онлайновых стримеров входит в состав добросовестных налогоплательщиков? А теперь микровывод простым языком. У нас большинство блогеров и стримеров, пока им пизды не дадут, налоги не платят. На всякий случай скажу, если вдруг кто не понял. Нарушение законов – это плохо, а неуплата налогов, очевидно, вредит государству, ну и, соответственно, всему обществу. Что ж, следующий экономический пункт, но уже поменьше – это нехватка рабочей силы. Да, можно сказать, какого хуя, я тут ни при чем, и вообще ничего не обязан, на завод идти не хочу, это не моя проблема, и какого хуя тебе это ебать вообще не должно. Ну и так далее. И это можно понять, но мне лично похуй, потому что я смотрю с экономической точки зрения. А с экономической точки зрения 64% медик – буквально обуза для общества. Бездари, обалдуи, которые пользуются благами, купленными на налоги, которых они, кстати, чаще всего не платят. А вот обычные работяги еще как платят. И вы не представляете себе, насколько сейчас это плохо. Во многих странах, особенно включая РФ, существует ощутимая нехватка рабочей силы в связи с проблемами с демографией. Если вкратце, причина тому то, что сейчас люди живут сильно дольше, чем обычно, поэтому существует очень много стариков, и все меньше и меньше трудоспособного населения в процентном соотношении к старикам. Это значит, либо работягам нужно больше работать, либо нужно больше работяг. А учитывая то, что и так уже куча людей работает явно больше, чем по 8 часов в день, еще больше работать уже как будто бы некуда. Так вот, для понятного микровывода дам вам небольшую ситуацию с примером. Представьте себе, допустим, я, потому что я тоже блогер и стример. Вот такой вот некий оболтус я ни хера по сути на бумаге не работает. И я пользуюсь благами, которые трудом зарабатывают ваши родители, или, может быть, вы, или родители ваших родителей. А я пользуюсь ими, получается, на халяву. Сам ничего не привношу. И я могу решить этот экономический кризис, просто ставь обычным работягой. Но я медийка. Мне похуй. Верно ведь? Закончили, значит, с экономическими причинами. И, честно говоря, пока писал сценарий, ну, самому даже неприятно себя стало. Ну, что поделать, такова правда. Ну, ладно, с этого момента будут уже более размытые спорные аргументы, потому что они связаны с людьми напрямую. Но это не отменяет того, что эти аргументы существуют. Так вот, начнем мы с довольно популярной темы, которая касается не всех стримеров и не всех блогеров. Но, будем честны, довольно многих. Это реклама и пропаганда казино, а также файлообменников. Я думаю, всем понятно, что когда твой кумир занимается какими-то вещами, ты волей-неволей начинаешь ему подражать. Перенимаешь чувство юмора, интересы, мнения, но в том числе и вредные привычки. Я уже не буду затрагивать тему курения, потому что, ну, просто потому, что оно не запрещено законом. Но стоит помнить, что оно также приносит немало вреда и очень часто практикуется среди медийных личностей. Так вот, если какой-нибудь блогер или стример тебе что-то советует или же просто чем-то занимается, даже говоря при этом всем, и это все хуйня, не лезьте, не повторяйте, это все развод. Очевидно, куча людей будет повторять. Ну, на это и расчет рекламы. И на всякий случай поясню. Казик и так называемые файлообменники, это тоже не есть хорошо. Вот вам и самостоятельный микровывод получился. Несложно понять, что в большей степени стримеры, но также и блогеры обретают свою популярность, потому что многие поклонники начинают видеть в них своих друзей. Зрители обретают привязанность к человеку, который их даже не знает и, скорее всего, не узнает никогда. Да, это не так уж и плохо. До определенного момента, до того самого момента безумия, когда поклонники начинают совершать совершенно безумные вещи. Просто, чтобы их заметили. Кто-то бьет татуировку со своим кумиром, кто-то донатит невообразимое количество, возможно, даже не своих денег. И главная неприятность в том, что с этим вообще ничего нельзя поделать. Такая проблема всегда будет идти с медийными личностями на говногу. Просто от них это вообще не зависит. Также, приписывая все к той же зависимости, стоит сказать, что люди, смотрящие этих стримеров, проводят с ними настолько много времени, что иногда даже начинают ставить их мнение важнее любого человека из окружения, даже близкого. И это нельзя назвать чем-то хорошим, потому что чужой человек легко может испортить жизнь своему зрителю, допустим, прилюдно его унизив или посоветовав не появляться больше в интернете вовсе. И, понимаете, зритель реально ведь может прислушаться. Не отходя далеко от темы влияния на людей, скажу последний в этом ролике аргумент. Медийки – это не всегда адекватные личности. Они не всегда могут думать головой и осознавать, что они имеют власть и влияние над мнениями тех, кто их любит и постоянно смотрит. Одно неверное слово может полностью разрушить человеку жизнь в прямом и переносном смысле. Если тот же блогер скажет, что казино – это способ заработать, сотни, а может и тысячи людей потеряют абсолютно все свои денежные сбережения, просто потому что они доверились, очевидно, какому-то еблану из интернета. Но, к сожалению, потерять свои деньги – это не самое худшее, что может произойти. Вы, возможно, могли заметить, что на тех же стримах частенько поступают донаты, в которых люди жалуются на свою жизнь в поисках поддержки или хотя бы внимания. И не все медийки знают, как себя в таких ситуациях вести. Не все медийки адекватные. Кто-то может высмеять ситуацию донатера, не понимая, что этот донатер ставит мнение стримера, возможно, даже важнее мнения своих родителей. Такие действия блогера или стримера могут повлечь за собой плачевные, а может даже и вовсе непоправимые последствия. И я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Так что добавлю напоследок вот что. Думайте своей собственной головой и ищите себе адекватных кумиров. Вроде меня. Ладно, не буду вас больше задерживать. На этом мое видео кончается. Надеюсь, блогеры или стримеры, которые его смотрели, вычеркнут хотя бы немножко информации и, может быть, станут чуть-чуть лучше. А зрители, надеюсь, им будет спокойнее, если они хотя бы будут знать предстоящие, возможно, угрозы. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах. Бэбэ.